Доктор Труф Прохождение за злую фракцию я начну в версии 2.2, как и обещал, продолжать и писать в комментариях ваши замечательные варианты за кого. Хотя вроде как там уже определились в прошлой серии, все хотят Корсаров Умбара или Варьяков Ханда, вроде как только так, если есть злых. Никто-то ничего за Мордор не топит вообще. Мордор, ё-моё. Мордор, блин. Мордор-матушка, ёшкин-матрёшкин. И нам до сих пор, в данном случае, мне, конечно же, но и вам, мои дорогие зрители, напоминают, что колечко до сих пор в шедуне находится. Или в шедуне. И это не очень хорошо, потому что я... Блин, я не хочу его брать сейчас. Ё-моё. А мне придётся. Если я затачу этот город, то я его со всеми перессорюсь с фракциями злыми, на меня биться Мордор, все подряд, а у меня войск-то нет. Поэтому... Ё-моё, чё делать-то? Можно забрать этот город и увезти обоих красавцев оттуда. И Келефининина, и его братана Хергона. Или... Может, они любовники, ё-моё. Блин, сейчас такая тенденция в мире получилась, что не поймёшь, кто кому дядя. Ладушки. Наверное, я осадю. Вернее, как? Нападу на эту армию, а она убежит, наверное. Сейчас проверим. Делаем сывулечку, сывулечку делаем, да. И вот так вот делаем. А, чак-чарак! Да. Ага, вот так вот, да. То есть подмога некритичная. Вот. Блин, не то немножко. Я хотел... Так, значит, доделаю осаду. Вот так вот. Грубо говоря. Ну а ты, чувак, меня атакуй. И вот этот парень-то точно же сдаться, мы захватим город. Я уведу этих двух любовничков куда-нибудь. Куда-нибудь в лесок. Пускай они там поваркуют. Какое-то время. В шиду не буду никого сажать, дабы колечко там... Пускай он там потеряется нахрен. То есть, в принципе, большой соблазн захватить кольцо всевластия и стать хо-хо-хо. Очень могучим-могучим несуном этого кольца. Но я не готов. У меня сейчас фракция, мы не готовы стать несуном кольца единого. Для того, чтобы его там спалить в горе. Бородур, по-моему, да, там. Или как? Гора-то это называется. Роковая, короче, все. Роковая, большая гора. Сейчас надо навалять вот этому парню, который навострил свои лыжи в мертвецкий вал. Он же Фарнос по любасику он туда идет. Знаем мы их. Вот так надо делать. И только не говорите мне, что вот... Да, я успею, да. Все, сейчас мы проведем атаку. Да, это будет наша первая битва. С кем? Да, какой-то безымянный... Безымянный матрос. Давай. Ну, вот, должны его снести, конечно. Тут, в принципе, из опасных только вот пикиниру Рудауру, но их можно расстрелять. Вот эти парни опасные. Нет, не опасные. Это я погорячился. Вот эти ребята опасные. Да, они очень неплохо метают палки. Кстати, в новой игре... В саге, в саге, в саге... Давайте нападем... Да пофиг, в нем нападем. В новой саге... В саге от Сеги про Британию мне очень, блин, понравились товарищи-метатели этих палок. Прям на удивление. Я, правда, тут толком в нее еще не играл. Так, буквально пару стримов провел. И все. И больше... Ну, как бы... Че там можно понять с этих четырех часов геймплея. И то за одну фракцию только не за викинг, выпущенный игрок. Только за этих завалиться. Ну, там меня они прям порадовали. И так знатно выносили брони бронированных... Бронированных, как правильно сказать. Все время путают. Генералов. Да, вот именно. Прям... Прямо в мое почтение, как они их клали. Так, давайте наемников на фланге. Сейчас поставим, они и пойдут. Вот. Хотя наем машина стоит, наоборот, на центр. Дабы они принимали весь удар на себя. Обязательно. Так, а остальных поделим. Ну, в данном случае, надо, конечно, делить не вот так. Надо делить, наверное, вот... Да, блядь, как делить-то уже? Как их там, сука, делить-то? Особо-то не поделишь. Просто второй фронт атаки, все. Второй фронт атаки, все. Будет снизу у нас. Да. Втрет номер два. Лучнички, разбитые на две. Да. На две пачки разобьем. Так вот. Ты у нас будешь мистер провокатор, как обычно. Ковалевийский удар в задницу, мы назовем тебя. Гендальф. И эта подмога вот с этого фланга пойдет. Пяток. Так. Естественно, все стоят просто в линию жесткую. Все, достаточно. Погнали еще. Где ты там? Я, сука, я люблю медь. Я люблю медь за эту фигню. Ну как? Ну вот почему? То есть он может просто сзади стоять там, да? Предположим. Ну как бы, ну... Я нападал вот по прямой. По идее. Да, он выбрал себе место на бугре. Ну как бы все равно как-то обозначить. Я же перед... Перед началом битвы, ведь я же как-то вижу там, где он располагается. Хотя бы как-то, ну... Не знаю. Ну это, блядь, ну совсем бред какой-то. Можно бы расставиться совершенно не так, как нужно. Что, вниз давайте вот так вставать? Блядь, как... Как это все уморительно, ребята. Честь слова. Все начинают двигаться. А сейчас у меня фланги открыты просто. Жестоко. Они, правда, все равно комп, как правило, не... Блядь, куда они собрались вообще? У них отличная позиция. А, они там выстраиваются. Давай, иди сюда пока. Пока не стреляй, просто туда плывем потихонечку. Так, ребят, у вас задача сейчас зайти во флаг. Вы туда просто уходите. Гендальф. Я просто не жалко, если что. Так, второй фронт-атак и будет все-таки с этой стороны идти, я думаю, да? Да, конечно, с этой, конечно, вот так вот. Вот, и вы четвером здесь вот будете постреливать во врагов. Главное, бегать никуда не надо, потому что, ну, это лишние хлопоты вообще. Да. Вот эти дальнобойные прям я не могу вообще. Где вы, кстати? В жопе, блин, как обычно. Лучше вас, конечно, переместить куда-нибудь вот с этой стороны. Вот вас в данном случае. Вас-то нет. Вы-то можете, кстати, вот здесь стоять. Легко. А они там все что-то тоже перекручиваются. Но только ничего не делают. Все, встаем. Можно в широчайшую линию встать. Вот, просто в широкую, чтобы у вас был. Ну, как-то так, да, 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 все. Ну, поехали, что, давай. Готов, нет? Подъезжай и начинай. Правда, Арагорн, по счету, на удивление, очень кривовасто стреляет. Ну, вернее, очень... Как будто у него не лук, а шаганы, блядь, у каждого. Мощно, но очень, очень недальнобой, да. Так, давайте сюда пока чешите. Все, работает, работает все. Услышал меня Арагорн. Убрал шотганы. Все, все, они возбудились и такие, че, 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 слышь ты там, кто, а че, че, иди сюда. Так, да ладно, неужели они решили вот... Да, смотрите-ка. Ну, давай вот так учу. Второй вот так. Не забывай, что не надо убегать периодически. Давай, гаси, 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 гаси. Давай, 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 чеши. Все, они возбудились. Так, на, сейчас потише сделать скорость, а то малость не тут рассчитывал. Декорируй даурой сюда. Все. Положим, ложим, докладем. Так, сюда, бегом. Батя, иди повозбудись немножко вот с этой стороны. Давай. Повозбуждай их интерес к своей персоне. Седобородый. Лов чеснага. Ну, вот пора уже бить. Конечно, конечно, конечно. Так, ты думай, там, там, че-то там туда-сюда. А вот и нет. Все, все, все. Почесали, почесали. Почесали, я говорю. Шустрее, ребят, шустрее. А у них там пи-би-би, ничего не получится. Давай еще раз сюда. Хорошо, блин, давай. Переходим. Контратакая, блин. Разумеется. А че мы станем-то? Че там они ведут стрельбу? Давайте-ка вы видите их. Ха-ха, мистер Гендальф. Хе-хей, поиграем в кошки-мышки. Хорошо, помчались, да? Всё, всё, всё Роняйте, роняйте калища Своё днище калища Всё И сзади вот сюда давай Пока там разворачивается кто-то куда-то Давай на ловчик снагов ещё разочек Вот сюда тоже Да, уже гоняет там Нет, тут всё, тут всё Тоже сведос Дисвидос, дисвидос, дисвидос. Давайте сюда, ребята. А вы сюда. Добили? Да, мы всех уже сожрали почти. Capture Enemy General. Все. Куда, 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 я сказал? Ёптую мать. Да, конечно. Блин, да что ж такое-то, а? Только не надо мне это вот. На пикинеров, конечно. А вы давайте догоните там кого-нибудь. Издалека, чтобы не поменять. Вот так, вот так вот, хорошо. Хорошо. Хорошо, вечно. Вот сюда, вот сюда. Все, вот теперь вы можете догонять и жрать их. Сожрать надо всех, блядь. Всех категорически. Дикарей Рудаура, всех сожрать. Чтоб никто не ушел, не сбежал ничего вообще. Наказание нашего. Всех захавать. Давайте, ребятушки, ё-моё, жрите их, жрите их. Блядь. Так, вот сейчас я знаю, что надо делать. Так, стрелки-бегуны вообще славятся своими скоростями. Этих мы догоним. Оттуда чешите пока. Конечно, вот так, да. Почесали, почесали. Ну что ж вы ждете? А-а-а, вы всех сожрали. Понятно теперь. Яндальф? Блядь, там кого-то, кого-то не догнать, да? ТЫН-ТЫН-ТЫН-ТЫН-ТЫН-ТЫН-ТЫН. А уже все, наверное, да? Тю-ду-ду, ту-ду-ду. Еще 11 пацанов убегает здесь ловчих. 86 бомжей бежит. О, бомжей за 86. Давайте вот. Вот их давайте теперь. Батя, вот тут один, одинокий орк-мародер. Здесь всех сожрали. Молодцы, всех, все. Тут остался, блядь, ты посмотри, а? Какой-то хмыреныш где-то бегает среди нас, переодетый. И чешет, кстати, он в эту сторону прямо, прям нещадно. Где он, е-мое? Вон, и он не один, блядь. Давай-ка за ним тогда уж. Раз уж на то пошло. Вот за ними сначала, а ты вот за ним. Где он там? Догнать, догнать каждого. Они-то вчетвером, понимаешь, захотели уйти. Все, всех съели? Нет, блядь, один остался. Не пустить, все, 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 все. Все, все, всех съели. Вот, вот, тех четверых надо поймать. И их не убивать, их брать в плен. Сделаем из них свежие пирожные. Назовем трухлябами морский пень. Давайте быстрее, ребят, е-мое. Ну, мне кажется, здесь уже все понятно, понятно. Схавать всех вот. Он падет вообще сейчас, интересно. Два человека осталось. Посмотрим, как этот командир Ушак. Кушак. Разбежится он или что? Тысяча восемь. Ну, как бы да, но нафиг. Да. Все-таки он сдох. Никуда не убежал. Ура. И тридцать рублей заработали. Ха, тридцать рублей. Неважно, какую армию ты выносишь, ты всегда зарабатываешь тридцать рублей. Как в старом добром Скайриме. Видимо, это какой-то, не знаю, блядь, неписанный закон у всех разработчиков, что за квесты давать по тридцать рублей, блядь, е-мое. Да. Так, и вот. Задача, как я и обещал. Мы грохнули этого парня. Сейчас нам ничто не угрожает, но угрожать может. Поэтому нам нужен мистер Гендальф, скакунский скакун. Блядь, вернись сюда немножко, чтобы сейчас делиться. Блядь, ну сюда иди, хорошо. И тут надо понять, кого кидануть им на захват города. В данном случае на двух. Вот этих вот, пацановских. Парочку пехотинцев. Кто у нас тут? Тут как бы, ну не говно. Декорирует Аура, два лучника, пикинер и две пехоты есть еще. Копейщики и штурмовички. То есть нужно отдать парочку лучников им, по-любасу. Не элитку, нахуй, нафиг, нафиг. Видимо, вот так вот, наверное, да? Ну хорошо, вот так. Вот так вот. И как какой-нибудь отрядик рукопашников. Например, вот так вот, бухси. И вот в такой вот, в такой вот, в такой команде Гендальф направится брать в Файрост. Файрост, потому что... Парамус-то. Потому что смертветского вал, блядь, не смертветский вал надо... Вот, 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 чем мне надо, блядь, конечно. О, ты дальше бежишь. Вот, а ты не бежишь дальше. А ты побежишь сюда, все. Ты бежишь в мертветский вал. И, в принципе, на один ход он останется ничейным. Прикиньте, я сейчас выведу отсюда вот эти два войска. Сюда вот, свежака. И у меня нас еще ход захватывает. Ха-ха-ха, как мертветский вал. Вот будет отборный питерский мат. Ну, по идее, здесь никого нету. По идее, никого нет. Я, блядь, я бы очень ругался, если бы так было. Все, другое дело. Мы восполнили потери в пехоте. Даже можем еще вот наемника отдать. Гендальфу, например. Мало ли там, какой хмэ еще нарисуется. На. Вот так вот, да. И теперь Арагорн двигает на север. В данном случае надо идти вот, вот, вот куда-то вот сюда вот. Почему? Да потому. Идем наверх. Смотрим, что у нас. Тут ничего. Тут ничего. Глянем-ка мы вот здесь, что. Есть там кто какие враги. Есть какие враги, есть, но немного. Ох, мать, мать, мать. Верховные, понимаешь. Как там тебя зовут-то? Авангард курс как? Агандаур безжалостный. Да, млянь. Это вам, понимаешь, не... Ладно. Ничего не мог подобрать. Видимо, я устал. И хочется не шутить, не пошлить, ничего. Ладушки, молодушки. С этим разобрались. Тут мы осадили 8 ходов, так 8 ходов, плевать, но у нас тут главная задача сдержать фронт, пока наши две тусовочки, в данном случае Хервигиль и Арагорн, возьмут... Хервигиль берет эту деревню, легко вообще, просто он придет постучиться и там орку пойдет в умрек и умрет один. Объединиться с Арагорном, идет сюда и вот сюда, да. Да. Ну, не знаю, куда идет этот хмырёныш. Возможно, идет встретиться с Гэндальфом, вот сюда вот, потому что он чешет. Пускай чешет, пускай берет этот город, я его прям с удовольствием заберу обратно. На юге, на юге у нас ничего не происходит. Чудесно пока. Фиглин, фиглин гневный держит пока Веришар в осаде и... Энадвайт на меня не нападает, возможно, потому что считает, что я крут. Ну, возможно, я и крут, но я так не считаю, потому что, блядь, войск у меня вообще как-то, ну... Ну, нету, считай. Оп! Нет, силохранители не нужны, конечно. А вот тут что-нибудь пройтись-то надо, пока бабосы есть-то надо нанимать. Кстати, глянем там, имбовые войска, я могу нанимать имбу? Могу! Ну, не имбу, это... Так, рядовые сотрудники нашего заповедника. Так, наши лесополосы. Нет, не могу я нанимать имбовых ребят. Имбовые они, конечно, в шутку. Блин, ты пошел давать звездю ленту этому хмырю нам. Я хотел саму Аганесяну этому дать. По шапке. Лесники Халета. Ну, такие, в принципе-ка, нормальные. Блин, они Аганесян наводят. Предводитель ополчения, между прочим, это... Никакой... Никто-нибудь там. Да, сейчас меня не сянуто выгодят из этих башен, а я хотел выгодить сам. Ну, да ладно, еще там просто битва среди башен, наверное, какая-нибудь. Ребята, кстати, если вы знаете, напишите в комментах, тут как бы обычная битва или какая-то битва среди, там, ну, типа, ну, не историческая, наверное, какая-то. А какая-то заскриптованная битва с определенными... с определенным ландшафтом. Если знаете, конечно. Так, ага, ну да, в баре там инисик не оставили. Вот, кстати, Гендальф, когда я пойду в бар, он вот этих вот 48 хмарей этих там и скидет. Как раз, да, коллег. Или я вот этих 40... Нет, 40-то не полезные, да. На ладошке. Все будет хорошо, прекрасная маркиза. Блин. Ну, здесь мы добазарились. Да, у нас еще готово. Поехали, ход. Ага. Фаэлона Благородного нам тут предлагают, сразу сходу. Талантливый мужчина. Начинающий команд... Командир, блин, я икать начал неожиданно. Защитник стен. При обороне стен. Окей. Тактик. Сын, отец, муж, брат. Чертоги трондуилово в осаде, видимо, до Лугундурского. Дэйл в осаде, я думаю, что, учитывая, что там идет вторжение, то понятно, что Дэйл в осаде. Ситуация с дикарами хорошие отношения. Улучшились. Везде улучшаются, блин. Ну, хорош ты, хороший, чё. Блять, как их тут много, да? Как их много и как... Как мало перспектив у Нинджи. Нет, не стал нападать. Я не знаю, как он пошел, этот хмырь. Долбанный. Еще пятна на... Опять пошел на осаду-засаду, блин. Ну, не знаю, тогда... Я это беру, все. О, ё-моё. Блин, как неожиданно. Блин. Это мега неожиданно. Да прям сверх неожиданно. Ёперный театр, а. Но у меня только так остается идти. Давай-давай, чеши. Гендальф туда. Так, собственно, получается, если будет атака, скорее всего впишется и вот этот чувак. Тогда есть идея его перехватить и даже немножечко убить. Сейчас мы это проверим. Блять, надо... Придется сейчас за ним бежать. Три-четыре, их четверо. Можешь поделиться? Ну, например... Вот так вот. Два лучника и пару пехотинцев. В общем, мы его догоним и отгоним. Все, не надо тут, понимаешь, ходить. Там где... Нет пешеходной зоны, понимаешь? Здесь... Дуна-дайны катаются, значит, рассекают. Бля, чё я несу, а? Так, усиливаем полиэтилен, алиэтилен. Туда идут как раз два-три. Это нам на поддержку. Имба! У-у-у! Все, пошел найм. Хотя 42-й ход всего лишь. Нет, найм еще не пошел. Во! А, ну денег нет. Ё-о, первый театр. Нет, недорогие, слава богу. Недорогие. Денег, правда, нет, но это сейчас... Это дело поправимое. Все. Набираются войск улички. Потихонечку. Хвал, чтоб не хватило денежков. Нифига не получилось у верховного предводителя и хоббитов навалять Оганесяну, да? Ха-ха-ха-ха. Оганесяна, их, понимаешь, заболтал. И уболтал. Сам ты уродец, май лорд. Так, тут первым делом, наверное, можно вот это ставить. Хотя, блядь, какой нахер тут мне арсенал-то? Дает доход, да, денежков и порядок, в принципе, да, наверное. Потом дороги. Вот это. Ну и далее. По плану. Бегите, какого хрена, блин? Почему здесь не заявлено, как минимум, строительство? Четырех... Ну, давай в хижину плотников сейчас, да. То есть пока не угрожает мне ничего, поэтому можно и с той стороны. Так, ну-ка. А, прэкскок. Да, ну ты, кубернатор-то, так себе. Хотя здесь можно что? Правильно. Заказать войска. Естественно, это важно. Так, чувачок, чувачочек, чувачочкович. Одному из наших командиров, тем более члену семьи, нужно чесать в какой-нибудь город на югах. Наши следующие... Следующий фронт, это юг. Однозначно. Бурзадум, может, туда идти, блин. С каких-то Бурзадум, это важное местечко. Местечко Тараса. И надо еще с Караса Киларнаса, который будет очень долго развиваться, перекинуть этого администратора Доналдайна, хорошего, между прочим, на какой-нибудь другой город, а здесь какого-нибудь... Ну, как бы, вояку, вояку какого-нибудь оставить. По возможности банального самого крестьянина, типа того, хотя крестьян, по-моему, нет в найме. Ну-ка, ополченцы. Здесь уже все смотрел, да. Три хода. Два. Да, надо не забывать держать осаду. Это стратегически важный хак. Плохие из гоблины, англицы гор, но все-таки давайте будем честны. Пока... Пока держится им ладрис, мне они не угрожают. Ну, по-хорошему не угрожают. Может, какой-нибудь муди не может ко мне забраться? Так. Так. Отлично. В Келарнахе готово аж до хера. Блин, ну надо тащить. Что делать-то? По-хорошему. Надо тащить на юг. Все, я переживаю. Да, я все-таки переживаю за Недвайт, поэтому давай-ка вниз. Там справится Арагор со своими остатками. Там справится. А вот на юге, понятно, что сейчас у меня здесь в Келайнахе содержание идет, а здесь, по идее, не будет содержания. Но... Почему не будет? Почему не будет? Нет, не будет пока. Не будет. Надо вот эту штуку ставить. Обязательно. Чтобы шло и росло влияние. О-хо-хо-хо. Вот это поворот, дорогие друзья. Хорошо. Дюма, чего денег-то нет? Стройки захватили все. Значит, на следующем году опять будет тормозить стройки. Денег не будет. Не захватит. Так, здесь мы разобрались. Не до вышках. Вот и имба, е-мое. Не устану повторять. В Карасе. Ну, Мерлин Денье. Он не растет, по-моему, мое влияние. Оно вообще не растет. Давай вот это, братан. Конечно. Надо, надо, чтобы росло. Все-таки земляная двайская. Надо, чтобы росло. Беркетти. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Да не очень-то. Вот так вот надо, да. Оставить. А, и отремонт. Все, вот. Собственно, не так уж и... Кстати, гильдия каменщиков была отстроена мне в Мертвецком Вале. Когда уже появится супер-пупер строительство шахты ее первой территории. А нафига мне сейчас здесь вот это? Так лучше шахты поставим. Тут будет важнее. Сыне раз в много. Конечно. Конечно. Потом уже можно и арсенал. Знаешь, шахты? Это бабки. Бабки, бабки, сука, бабки. Так, позорная труба. Администратор на Дайн. Бонус дохода. У кого-то там позорная труба. А, ну, грима, понятно. Не скули, все подхорошо. Ползем, ползем, ползем. Ну что ж, пробуем. Ну, во-первых, надо разогнать вроде каких-то жуков. Это будет легко. Четыре мэна, блин. Сейчас полегко с этим справимся. Так. Никакого нахер-быку пока еще. Чтобы всех казнить, всех истребить. Так, а здесь можно, здесь можно пройти. И здесь, ясно. Он может здесь проскочить, кстати. И его много здесь. Уху-ху. Больше, чем было. Так, а тут три чувака. Поэтому, возможно, есть идея. Блядь, не знаю пока. Иди пока назад. Пацаны, из крепости не будет никогда. Вот это вот однозначно. Я не знаю, почему это баг какой-то. Помощь, раз, два. Только два. Помощь, только двое. Двое. Помощь. Вот сейчас хер знает. Возможно, лучше вот эти три подразделения, да, передвинуть сюда, на северное укрепление, вот этого парня. Чтобы он отсюда пришел, наверх, например. Мы посмотрим как. Так, может, и не нужно, потому что есть Арагорн, плюс Хервигель, практически стек. Пусть и покоцаны, но... Ладно, сегодня битва, битва серии, вот она. Габи Драйна и, скорее всего, вождь Тангбара присоединится, когда я веселой в битве. Именно. Но с ночным, то он и с ночной присоединится, поэтому в любом случае будет Баталеса. Варианты, ну, прям один на один, как бы считается, да. То есть, когда они будут стоять, а эти ребята будут приходить. То есть, надо вот его подцепить, вот этого, жучара. Блин, вот он сильный, а. Ну, с ним наемники будут работать. А по бокам будут его эльфицы расстреливать. Я думаю, так надо попробовать. Проверяем. Я атакую с этой стороны. Значит, этот жук появится по мою левую руку. Я сделал с иголечку. Специально делаем с иголечку. И проверяем, как работает долбанный рандом. Это не рандом, а как, по идее, должно быть. Ну что ж, по идее, должен появиться вот здесь. Либо с этой стороны, либо вот отсюда, где-то вот тут, по левую руку. То есть, мы вот будем ждать, да, этого мистера-твистера. Практически министра. Стандартная карта. Очень легко ее брать. Потому что очень хороший обстрел галучников. Да, и всего остального. Смотрим. Ать. Да. Он появился оттуда. Ну что ж, он появился оттуда, и он пойдет по прямой ко мне. Правильно? Да, 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 да. Он не будет там круголявертить. Тем более, что у него нет кавалерии. Это не может не радовать. Поэтому выстраиваемся, дорогие мои. В коридор позора, да. Как правило. Проверим, проверим, проверим. Вообще, это как бы, ну, по властелине колец. Ой, властелине колец. Очень, хак, очень, я приколол коридор позора в моде Игру Престолов. Вот, очень было круто идти туда пока вперед. Там была ситуация в том, что противник бежал к воротам. Здесь ворот, правда, нет. Тяжело спрогнозировать, как он пойдет. Он по прямой пойдет, же найти. Посмотрим, сейчас перестроимся. Будет отряд номер два, номер один. И противник шел прям вот по прямой в ворота. То есть, прям по дороге. Вот, по-моему, с тобой выложенный в камушек. Что-то такое. Он прям шел вот прям вот туда. И мне очень понравилось, что противник, который бежал в ворота, совершенно наплевательски относился к моим солдатам, которые стояли на обочине. У этой дороги проложенный. Вот я вот так вот их выстрелил. По бокам лучников, в данном случае, конечно же. Вот. И они просто бежали. Мои лучники так сначала стояли, не стреляли. А потом, как только пробегал отряд, начинали голосовать своими луками. Типа, эй, блядь, что нас не подбросили? Расстреляли все. В спину всех расстреляли. Они бежали, похер вообще. Они бегут. То есть, это, конечно, тупость компа в данном случае. Ну, его запрограммировалось на определенные действия. Посмотрим, как он здесь будет работать. Посмотрим. Я, правда, не знаю, он будет по этому шуму двигаться. Может быть, мне коридор позора не нужен будет. Сейчас проверим. Может быть, он здесь попродвинуть и все-таки... Надо... Где этот враг-то? Вон он. Ну, давай. Чеши. Чеши. По-быстрому. Обстреливай. Естественно, ангмарского королька. Понятное дело, это вон основная цель. Все остальные-то так фуфилы-муфилы. Вон они идут. Стрелять пока не надо. Можно было бы захватить город сразу. Кстати, я вот не помню. Если бы сразу сходу захватить город. Все враги... Всем врагам пиздец. Или нет. Или это отступит. Я вот не помню. Вот этого не помню, блин. Ребят, напишите в комменте. Я реально этого не помню. Если ты захватываешь город. Если захватываешь город. А, идет подкрепление. То есть, понятно, что проиграет. Там подкрепление проиграет, если не успеть дойти до города. Но куда это подкрепление денется? Оно пропадет с карты. Так же сдохнет, как и защитники города. Или таки отступит. Потому что если оно сдохнет, то нахер я быстро переиграю. Так, давайте в тыл, в тыл зайдем. Все, пока не стреляйте, в тыл зайдем. Все, пока тихонечко идут. Давайте по черному на минус. Они очень далеко. И, по идее, я бы мог захватывать этот город. Серьезно. Тем более, что тут брать-то, блин. Как бы быренько расставил бы всех. Начал бы... Обстрелял бы. Фрум-бум-бум-бум-тум. Здесь бы обстрелял... Они прям бы ускорились, как бы побежали бы. И был бы, в любом случае, жесткий махач. А почему, вот, лучники... А, нет. Видите, они забивают хер. Они бегут. А им плевать. Им плевать, они бегут вот именно вот. На работу, то есть все. Они бегут в город. Моя задача обстреливать, конечно же, на минорцев, по-моему, как бы не особо удачно, я бы сказал, все-таки они стреляют. Да, за 25 я был сколько-то, не помню. Нет, кого-то убили, вот. Одного, наверное, убили, может. Кого-то, по-моему, грохнули одного. Может, даже двух. Давайте, давайте, расстрелимся. 24. Нет, неплохо, неплохо работают ребята. Бойзапас, правда, кончается, но это их задача. Остальные стоят в коридоре. Блять, реальный коридор позора сейчас устроен. Просто ждем. Я бы сказал, да, в принципе, можно и так выстроиться. Вот так можно выстроиться все-таки, даже без коридоров. Наша задача убить вот этого хмыря. Кстати, они не побегут четко, по-моему, в атаку, пока я на них не налечу. Вот если я на них налечу, они точно побегут на меня в атаку. Может, попробовать на лучников налететь. Как-либо им это не понравится. Че, все расстрелял? Ну, блять, молодец, молодец, молодец. Че, конечно, 121. Не, не так много, видите? Да, слабенько, слабенько работает, конечно. А лучники по тяжелобронированным они. Фиговенько. А вот, собственно, сам. Сам главный король косик. Король Альмара. Вот он, здрасте, да. Очень приятно. Не скажите, почему такой тупой. Это очень странно себя ведут, ребята. Ну, сейчас будет вести себя пушка по-другому. Так, вот лучники, приготовьтесь. Работать по лучникам. Все, отстрелял. Сейчас будешь догонять, работать по лучникам. Они тут так, как-то жиденько идут. Тихонечко. Ты все закончил? Виктор, ну реально. Все, закончилось же, е-мое. Он тоже подзавис, по-моему. Заснул с луком в руках. Чешем. Сюда вот это убираем. Приготовились. Все, они уже побежали. Можно атаковать. Не успеют. Блять, не успеют. Все, они решили побежать, видимо. Да, побежали, побежали. Клоуны ебаные. Ладно. Давай, 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 давай. Провоцируй. Провоцируй. Все, начинать перестраиваться. Надо ли это делать? Ой, не знаю, блять. Ой, не знаю. Давай. Может и не надо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нифига это особо. Ням-ням-ням-ням-ням. Пять из-за камушка Чарльз сбился. Не особо это помогает. Отступайте, ребят. Все, отступайте, отступайте, отступайте. Да какой смажь Зейнами, я вас умоляю, блять. Глупость какая-то вообще. Потерял двух пацанов только. Ладно. Сражаются пылки и стрелки. Ща, блять, наемные там наваляю там. Чуть-чуть ближе. Че не стреляем-то, ебать? А, ну да, вот так можно встать, конечно. Совсем что-то я. Давайте, работайте. Только, ребята, работайте вот-вот сюда вот, нахуй. А вы работаете вот на... Ну ладно. Будут вы работаете вот по этим пацанам. Ну, по этим-то зачем работать-то, ебать твою мать. А лучникам есть кому работать-то, блять. Найдется. Перестройка. На нас бегут. Перестройка. Давайте. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Вот по кому работать надо. Приготовились. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- Какой жалкий с межзейнами-то, а? Давайте, все, теперь пора вырубать Давайте Ха, чай-то, на... Один пошел, блядь, один, ёбаный, нахуй Один, карл Все, вы добили? Господи, еще никак добить не могут ее Здесь-то добили, 17 пока держится Вот Давайте тоже Ну, ну минорцам, блядь, тут надо помочь Сейчас, 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 на емыши держитесь, ребят, держите, к 7 и 7, на емыши держитесь, ребят, честно, блядь Вот так вот давайте еще немножечко подойдите Все добили, три там осталось Эльфов, главное, чтоб не убили, нафиг Да ёпта, ребят, вы че? А Малилия никак не может снагов каких-то галимах А, ну это не снаги, уже гобли, мы мученики Ну какая разница? Добили? Есть Да не вы, твою мать! Вот Не особо, короче, помогает Так, понятно Все, здесь разбили всех, хорошо Ну, есть Добивайте их, добивайте Здесь всех съели, тоже всех съели, хорошо В обход поедете Давайте, ребятушки, давайте, дорогие мои Мы взяли его в плен, кстати, сколько они мне бабосов дадут за Захваченного командирца их Блин, ну минорцы, конечно, жопные ребята Крутые парни Ну, черные, наверное, конечно Все Всех Под ноль Вырезали, вырезали всех, короче Так Идите сюда Давайте, давайте, давайте Чешите, чешите Безусловие Быстрее, быстрее, быстрее Молодцы. Все. Готовы, друзья? Нихрена они не готовы. Не знаю, почему эльфийские наемыши стреляют так криво. В смысле, так. Блять. Ну, в смысле, криво. В смысле, так недалеко. О, хорошо. Орки, алибардисты. Вот все пойдет. Ну что, приготовились? Все, с Богом. Там будет какой-то камон. Какой камон, е-мое? Куда, что, не надо. Просто стоим, стреляем. Все, все, все. Никуда не надо бежать. Просто стоим, стреляем. Какой-то камон у них постоянно происходит. Возвращайтесь обратно. Мало, правда, осталось времени у меня. Ну, как мало? Половина еще. А, блять, вот так приходится делаться. Все, разобрать. Что, что, блять, они делают? Ё-ка-твою мать, что вы делаете? Все, остановить, пусть соберутся. Так, кто еще? Вот еще, вот вы только остались, да, вдвоем? Ага, понятно. Твою мать, давайте. Все, дошли. Нахуй, давай на альбартистов. Ну и... Фу, все, закончили. Давай, батя, впереди. А у меня тут не особо-то много и выбора, блять. Всего четыре пехотных отряда, включая генерала. Сначала наемничка надо, наемничков надо, они, конечно. Жесткие, крутые парни. Да, бля. Хорош. Батя. Давай сзади на альбарду. Вот так, все, и пердоня. Главное, чтобы не попался никто. Ой, 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 ой. Олибардисты, это нехорошо. Блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк-блэк. Блэк-блэк-блэк-блэк. Все, давайте, быстрее. Осталось чуть-чуть совсем времени. Все, всех вырезали. И, собственно, верховного вождя Агандаура безжалостного. Агандауру безжалостный тю-тью. Блин, уже второе прохождение подряд, он так жидко умирают у меня прямо именно вот в этих степях что там были не знаю чему-то поляйте любит что ли уже мне астров леса поля я сажаю так верховный вождь антумара андегаур там не помню как его зовут немножко вдох и я наверное даже не знаю гобердан сам сон стоит ли мне я уничтожить или пожалуй все таки ну на всякий случай сейчас не пидая не до гарнизонов ребят до мачку жителей потому что гарнизон гарнизоном все нормально селение вырезали зато никаких проблем не будут у меня с порядком надо надо не иногда применять метод детушки и оси и сериал еще и так кого можно оставить здесь на данный момент а никого не оставим вернее как бы подождем когда придет батя скомпонуемся уже дальше решим чуде то что вот тут какой-то серьезный мэн и меня это печалит меня печалит тот факт что мы достаточно серьезен что прийти ко мне ебать меня в сраку а у нифига себе извините за пошли за ужасное выражение тут целый стек блин ё-моё чё будет делать если этот мистер стек отправиться ко мне вот сюда то мне как бы закрывать ты нечем дыр это мои ведь придется сюда тащить хлопцев как минимум северную заставу да вот оно как михалычка то есть вот тут я собираю ну дай бог будет стек до соберу я возьму здесь город там какой нибудь двоем и там да и и вот у нас будет две серьезных битвы пускай у них нет верховного вождя и он был мертв убит смысле мертв мертв убит правильно все здесь он мертв он мертв вот подкрепление тяно будет долго даст крепление то у меня беда строки только началась поэтому все таки именно вот этих ребят я направлю на усиление вот это вот восточные заставы называют так и северный этаж а вот восточный фланга моего фронта плюс надо побыстрее чтобы гендальф за два хода хопал эту тему оставил там какого-нибудь наемыша например да даже можно лучничка вот этого оставить и с наемниками быстро быстро почесать сюда чтобы попробовать слить героическим битвы за карту ну что давайте сделаем ходика и закончим на этом великолепную серию где произошло прекрасное событие смерть короля ангмарского скажем так чародей ангмар короля чародей от марского ангадаур или как вот там я уже забыл кого звали ну да у эльфов я сейчас до один ход и совсем ее ну в смысле а вот собственно их задумцы да как насчет немного поторговать спасибо как насчет немножко посоюзить до походил я стал крут походил стал реально круто потому что раньше союз так не особо охотно заключали синие так не заключили до сих пор по моему а и линденском тоже не заключили лугу с шоп-картами менялись прям бесплатно я вашу машу блин море перед нами да я вижу так теперь этот мэн пойдет к чесать вот в эту сторону потому что со всеми решены вопросы надо теперь решать вопрос возможно союзами да ну какое там во первых вот в эту степь начисать потому что есть там где а вот и говорили здесь есть проход надеюсь есть да там где на 2 там возможно война поэтому мне посол там пригодится на всякие пожарные все осталось у меня только и стерлинг а он да ну подождает ладно ты пройдешь на если уйдешь куда-нибудь от с моста да я понимаю что стратегически круто закрыл все своей жопой дарвинианской но все-таки конечно просто пройти да ну чтож ну чтож делаем свою личку делаем сервиску и так на кстати посмотреть что там как куда они куда там все нормально здесь никто нам не угрожает надо глянуть что нам что вот здесь угрожает нам или вам да стоп здесь по моему было поселение помню это версии 2 о версии 12 был поселим ту вырезали воды нет не вырезали вот он ангзул это остался вот надо его хапануть вот да и про него и говорил ангзул и после ангзула во первых вот это надо его смысле ни к чему ни к чему эти глупости и вот где здесь у нас есть храм нет никакого храма все хорошо ангзул берем это уже берем на кардум сразу брать кардум я не буду потому что как только берешь столицу в осаду как тут ее захватываешь появляются читерские стеки кстати в случае осады в этой версии тоже появляется с текст которым которым как бы игрок или компьютер может отбить свою столицу как учительский большой стекму типа ополчения встает вставай страна ангмарская вставай на смертный бой с дуна-данской силой и страстную с великолепной ордой ход все болин но это не такой уж и блин болин два раза и его моё да дорогие друзья ну чтож ну чтож блин слава богу сейчас один ход до сдачи на не забыть это снять это снять до 100 пудов и сейчас забуду то потом точно завтра добавим здесь у нас как здесь два входа тоже на сдавать непонятное дело и заново брать вот а то сейчас забудусь еще раз записывать через неделю серию и и не запишусь отдала не расстраивайся дорогой рохан как там король тады мера были в этом я расстраивает вот эта тема вот это менять тема прям реально встала страна ангмарская на смертный бой если со следопыткой братвой до чувствую проблемы будут ну как бы я могу во половине всех положив но тогда у меня просто все откроется сразу прям вот тут стопудово на может снять осаду отсюда уводить людей увезти закрепиться и дать бой большому стеку пока меняться страны тянутся ребята ребята тянутся потому что на чудо сразу все идем вот вот сразу все сразу и пришли все идет вот вам из т.к. говорила вот мы и есть ты понятному спокойно идти сюда сечу не то я уверен это хорошо вот это очень у чувачка спокойненько грохнут вот это вот ну какой он стек он такой даже в эту полу стек ясно 60 такие покосанные ветеранцы да будет ну видимо мечу предстоит тяж тяжелые бои с ангмаром несмотря на стремительный близ крик предстоит все равно ну об этом узнаем следующий сцены и другие друзья так саде дарвининский толстозат ушел да смотри-ка видимо не понравился его назвал о да ладно вот вам и здрасте покрасьте и стрелинги собственно да то есть помните дарвиниум в расцвете там ля-ля-ля вот вам пожалуйста все и стрелинги че иди сюда все только давайте немножко почешем из очками если не по карте не желаете ли а 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 фук чуть не испугался зависла все чудесно вот мы его хо-хо-хо и стрелинги все бич востока пошел мне просто интересны когда их уже вот ослабит потому что они очень ну они прямо чрезмерно крутые прям слишком все иди к долгундуру чувачок ты мочего чешли чеши долгундуру и вот там ты и станешься потому что второй твой собрать будет все это странно быть все а на этом все друзья давайте на этом будем прощаться подписывайтесь на канал вступать в вконтакте комментируйте запишите что-нибудь там жмакайте на колокольчик это важно помогает это вам помогает узнавать в новых вышедших видео хихихи какой к сожалению сейчас редкие за моей занятости вот ну и репост делать это помогает развитию моего маленького скромного хоббийного канала хобби да так правильно сказать все пока ждите стрима ближайшее время будет стримчага естественно по саги от сеги совместного как я с гавитом договорился совместно с ним рубиться в компашечку все пока пока всех с наступающим днем победы бери великим днем победы над фашизмом вот и да и что из днем рождения меня ведь я блять записываю эту серию после работы сегодня рождения сейчас пойду к жене ребенку есть вкусный тортик от тещи всем спокойной ночи пока пока а 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 Редактор субтитров А.Семкин